дисклеймер привет я 3 сегодня мы с тобой продолжим проходить данга на рампу и нам надо искать бьякуа чтобы со всеми поговорить вот такой лишили мне на ночь гемор устроить где он тут ну естественно за коробками спрятался говори о бьякуа послушай послушаем мы можем поговорить бьяка мне не о чем с тобой говорить не разговаривать со мной так будто мы друзья эй бьяка постой но конечно же он не остановился и просто ушел что за почему он все так ведет будто он специально пытается сбежать меня за херня на ту речет меня все убегают все бред покинуть помещение конечно чё за хрень вообще а ну картой дальше что у нас есть так это архив где уже нет бьяки так здесь тоже ничего нет здесь тоже ничего нет ага вот на этом этаже есть перейдем в биолаборатории зачем я сюда не шел я случайно нажал а я решил еще раз посетить биолабораторию первое что я увидел там когда вошел было на бессознание снова а то как опа там видел камера открыта ох но только да пух и на току там ученый открыто только ты в порядке нет нет она же не мертвая ведь так слишком холодно здесь настолько холодно что и простыть можно если продолжать спать таких условий то скоро действительно простудишься и спала я просто опять упала в обморок ты будешь уже посчитал что те крупно повезло когда увидел меня в отключке вид так нет не было такого что тогда ты почувствовал жар возбуждение ладно я а почему-то упала выборок не знаю последней что я помню это как зашла сюда и что ты сделал с миссу варю мастью ох точно вы же не делитесь воспоминаниями бинга делимся основными знаниями на самые наши воспоминания разделены если говорить что это плохо где так это билогат слабление потому что даже если она что-то забудет а это буду я помню так что у нас так сказать двойная память нет а скорее две половинки одного целого но сейчас я хочу знать только где будет дорогу сейчас же рассказывая не то перережу глотку и и я не знаю верю чтобы я где-то неподалеку занимается своими собственным расследованием он сам один думаю да это точно было я просто профи когда дел касается господина а не кобби дадут тебе так чувствует так ладно тесный только убежал оставляя за свой только жуткий смех а я совсем забыл спросить у него фотографии ну спрашивать убийцы все они все равно не смысла к тому же у меня еще осталось более важные дела почему так упала в обморок этому должна быть какая-то причина действительно почему что же могло произойти я не знаю у тебя есть про предположение что же могло произойти из-за чего она могла упасть в обморок я не знаю давай наверное на брезьянки посмотрим я вот смотрю и не не могу делать ощущение что что блефи да во первых он тупой он теперь еще и на пол фразы стал прерываться серьезно отдельная камера открыта но я уверен что все они были в прошлый раз закрыты должно быть поэтому она и потеряла сознание она так легко падает в обморок я что-то вообще легко предсказу кто приходит уже поздновато не так ли ты в порядке россии что заставило тебя волноваться нет не нужно извиняться послушай насчет этой комнаты а да это это морг да и так и думала а только скорее всего посмотрела внутрь одну из камер и увидела что там и и ну теперь она без сознания знаешь что она потеряла сознание когда я сюда зашла то мимо меня пронеслась убийца все я предположила что она чихнула когда вошла внутрь истинная причина стала мне ясна думаю она пришла сюда расследовать но когда открыла одну из камер она увидела внутри нее труп и сразу же упала в обморок почему же с ней все так все сложно в любом случае нам стоит закрыть ее не хочется оставлять ее открытой да хорошая мысль помоги мне как я подошла камере протянула руку но внезапно остановилась что случилось возможно нам стоит повременить с ее закрытием а почему потому что здесь находится труп мокру труп мокру внутри этой камере тело мокру и также как и в другие разы кукла вот вероятно перенес его сюда пока мы были на классном суду это сделал кукла вот наверное он не не предполагал что мы снова будем проводить этот путь а возможно ты прав в любом случае теперь я могу хорошенько смотреть тело ах точно у тебя не было возможности изучить его во время прошлого расследования мне нужно как можно скорее изучить это тело на этот раз я найду улики как только я смогу это сделать то схвачу кукла воды за хвост ладно а что мне это делать почему тебя просто не подождать а я тебя все расскажу как только закончу просто подождать и все ладно хер с тобой тогда я пойду по чё я не могу оставить все так как есть а хер ты от меня хочешь у нее погодить мне стоит спросить какие-то и групповые фотографии конце концов она на ней есть извини что прерываю твое расследование но я хотел бы с тобой поговорить кое о чем что случилось насчет фотографии это насчет того объявления молокомы ты имеешь ввиду ту подсказку или что-то вроде того я решила не принимать его чедрое предложение почему нет подсказку он может дать только ради того чтобы запутать нас повлиять на наше мнение я могу разрешить эту загадку и сама без каких-либо его подсказок это хорошо хотел бы я вернуться во времени сделать все так же но сделано не воротишь по ее виду я понимаю что она вряд ли что-то скрывает от меня она права кукла вот создал эту фотографию только чтобы запутать нас наверняка это так другого объяснения быть не может да пошли отсюда или те сейчас нахуй пошлю заебешь блять что ты брезенты мне кажется я уже где-то видел этот брезент доброе утро дятел ах да это же тот брезент который я нашел в садовом сарае и если я правильно помню то на том брезенте на нем был штамм биолаборатория и этот брезент использовали чтобы замаскировать убийство саду в какой-то момент и я взял какой-то момент кто-то взял его из лаборатории и принес сюда наконец-то тире я могу уходить что еще не стоит спросить какие-то и групповой фотографии конце концов она на ней есть извини что прерывает твое расследование но случилось это уже было да это все было уже да 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 решить загадку без подсказок да 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 во времени вернуться на права наверняка так может трупы потом посмотрю на столе у меня нет вариантов эти камеры предназначены для хранения тел я не могу не могу заглянуть внутрь заколебешь какой-то трус я не могу я уже прочитал эту инструкцию сейчас мне не нужно тогда что-то от меня плеть хочешь внутри китет так холодильник холодильник только остается в левой части холодильника горит куча синих индикаторов но вот эти не горят лучше иногда камера занята загорается синий огонек ну вот скажи пожалуйста ну вот откровенно ну неужели до этого сложно было додуматься что понадобилась помощь детектива но это каким-то генератор надо быть я не могу получается когда внутри кто-то есть загорается синий индикатор если сочетать все горячий индикаторы то получится всего 999 он теперь стал даже сам себя переспрашивать пиздец просто их 9 никого нет 9 он совсем теперь спрашивает ладно могу то я закончила ого так быстро и медленно работать кто угодно может и так давай я тебе все коротко расскажу ну что нибудь я обнаружила я обратил особое внимание на раны и следы крови и кажется весьма вероятно что ранее в области живота и удар по затылку были нанести на и после смерти правда обгорелые ткани все намного усложнение но я уверен в своих выводах так это значит что ранение не причина смерти верно тогда что было причиной смерти по причине взрыва установить личность жертвы невозможно так ты это уже читал нет хватит единственная возможность это другие раны но файле говорится что они старые или что там говорится что они старые а файле молоко мне написано лишь только то что им как минимум несколько дней я не особо вижу разницы и трезвец огромный учитывая впечатление которые оставляют эти слова для тебя видимо раны которые несколько дней и старые раны это одно и то же но это совсем нелогично а слова старые раны возникает чувство будто они были на теле чуть ли не всю жизнь и что они не относятся к убийству ты хочешь сказать что они связаны с убийством но умеете получили файл монакомы сразу после ее смерти разве нет так что если раном было уже несколько дней то они никак не могли быть связаны с ее смертью что если сам самому мокру была убита не в последние пару дней что и зале отрицать такую возможность правда сама мукру была убита а что если так предположить что ну нет этого вообще тупая теория я сейчас подумала что если вот это вот такие джунка на самом деле переодетая мукру так и вот почему она такая боевая и она напала на этого медведя и он ее убил за это во первых чтобы она не рассказала о том что приз во первых чтобы она не рассказала что она создавала правила во вторых потому что она боевая и могла спутать планы так ну тогда если это так то где собственно сама джунка делась но тупо согласись переодеться напасть и умереть когда где тогда оригинал я не знаю это тупо нет но нельзя ведь отрицать такую возможность правда возможность детективов нет сверхъестественных сил предугадать ответ самого начала невозможно вместо этого идеальный детектив начинает представлять множество возможных сценариев он рассматривает возможный сценарий без предубеждений при взятости используя только свою логику взрослым смысл как я и делал я предлагаю несколько вариантов поочередно откидывая один за другим если они не подходят потом проводя расследование он сопоставляет свои находки с каждым из этих сценариев конечно от того что я тебе рассказала так он подходит и не обязательно вдруг внезапно станешь хорошим такти вам на тебя стоит использовать его причем не только для этой догадки используя в будущем получается прикинь я абсолютный детектив я использовал все точно так же как она говорила все если тебе хочется узнать что-нибудь о состоянии тела ты сейчас самое подходящее время но в общем для меня кое-что интересовало ранее когда я просмотрел досье мукру я увидел в нем ее рост и вес 169 сантиметров 44 килограмма ее размеры 80 55 82 я все правильно понял он в принципе тогда моя теория не такая уж тупая насчет то что она была передета такие параметры для модели тоже в принципе подходят но с другой стороны нет нет это все равно тупо это как-то тупо такое тело может быть у пловчихи потому что спортсменку у военный потому что надо держать физические тонусы просто у худой они все тут худых не это тупо ладно ты все это запомнила сделаны эти измерения сходятся что же или забывай про татуировку фернира ошибки быть не может без сомнений жертва в этом деле мукро и кусабо а хорошо если реально у мура умерла мукру тогда во первых где джунка друзья чего я докупался именно до джунка за что я увидел ленточку тогда она вполне ему а нет раны вот эти вот это как раз когда штыри попадали тогда она была реально передета но во-первых кое где джунка во-вторых что-то меня еще смутило а а джунка всегда была в перчатках я не помню вот я еще не помню была ли она в перчатках понимаешь может для этого тогда ее и убили в самом начале что за время игры мы бы уже забыли была на в перчатках или нет вот они же не рассчитывали что я записываю игру и могу пересмотреть они рассчитывали что ты просто играешь играешь и все и может забыть пока оставим эту теорию мне она нравится это все что ты хотел спросить думаю тогда нам больше не понадобится осматривать тело мокру пойдем тут как-то холодновато погоди что мы так оставим ее тело лежат я не кажется что как-то неправильно оставлять его здесь другие тоже должны его обнаружить так что все правильно неправильно ты забыл она когда-то была врагом она когда-то была частью абсолютного отчаяния но ее же убили она все-таки жертва и когда-нибудь слышал поговорку что пасе что познешь ну да но ты такой наивный вот тут я опять полностью согласен если человек был гнидой и он сдох это не повод к нему теперь относиться хорошо только потому что он сдох ну нет это неправильно и меня это поражает а ведь она могла просто уйти но вместо этого решила мне помочь и кто же из нас тут наивный а она за она за закатила все это ну мы здесь закончили вернемся к нашим собственным расследованием да а постой я все еще хотел должен сделать мне нужно поговорить с кикеркой о чем фотография а журнал точно блокнот мне нужно спросить и от той записной книжки что я нашел шкафчике я фотографии заодно тоже можно спросить почему нет если не сделать этого сейчас но тоже с ней рядом стоял с чем была проблема спросить у нее сразу зачем это вот все эти последние что мне тебя надо спросить я знаю что не стоит об этом спрашивать но это необходимо знать спрашивай ты правда не видела своего отца с тех пор как попала сюда что что ты имеешь ввиду ну знаешь шкафчики на втором этаже общежития но чтобы открыть шкафчики нужна карточка человека которому он принадлежит на самом деле я смог открыть их использую карточку директора то в который ты нашел скрытой комнате директора ну и ты нашел этих шкафчика что-нибудь стоящее внимание я нашел записную книжку посмотреть я подумал что это твоя записная книжка чего ты это решил как я сказала только владелец качка может открыть его ведь так не могу писать что те шкафчики принадлежат нам конце концов мы эту область получили доступ совсем недавно сумеете факты дают понять что я никак не могла пользоваться тем шкафчиком а у меня и а у меня было а есть его у меня и была записана книжка то зачем мне ее вообще класть шкафчик все что ты сказал полностью логично но в этом было но там было кое-что написано и нет не все тут логично поскольку она могла она самая первая туда получила доступ который получила ключ от всех дверей запомни это было о директоре твоем отце то видео тоже настоящее видео пока там не кажется все кусочки паза наконец начинают соединяться и скоро нам покажется целая картина однако боюсь что эта картина может быть хуже всех наших ожиданий о чем ты говоришь я сейчас мне сейчас же нужно изучить те шкафчики мне нужно самой подтвердить то что ты мне сейчас рассказал о давай я дам тебя карточку директора тогда ты сможешь и она не нужна если мое предположение верно то есть могу спокойно открыть шкафчик собственной карточкой в конце концов это похоже мой шкафчик твой шкафчик если посмотришь это все станет понятным она имеет ввиду то что она взбать и принимала участие но потом стала против него ее вырубили за это стерли ей память она ошибочно предположила что она пришла его сюда искать точнее у нее было воспоминание что она пришла сюда искать она нашла бачу они вместе начали работать на потом вырубили стерли память и как раз таки их всех заперли и сказали что это что они это будущее все эти ребята и обратим внимание какие тут стальные окна и двери соответственно тоже есть предположение что был ядерная война то есть я опять эту теорию не откидываю не откидывая dvd класс 78 нет должное с чего собеседование и здесь написано класс да я только что прочитал я нашел этот диск в скрытой комнате после того как ты ушел у меня нет времени объяснять то что я думаю так что просто посмотри это видео сам и кажется ты поймешь что это означает ты поймешь почему я нашел мою записную книжку вместе где мы раньше никогда не бывали это все бессмыслица какая но это значит что на самом диске есть какая-то важная улика но все погнали тогда а теперь мой черед может немного послушать мои бред не бред не и так получается наша встреча не состоялись и я все меньше и меньше уверена в чем-либо даже собственных чувствах ты ведь о своем отце да я никогда не смогу найти ответы на вопросы которые мне хотелось бы задать и когда это все из-за кукловода но в чем я абсолютно уверена я никогда не прощу кукловода я поклялась уничтожить его теперь у меня просто появилась еще одна причина для этого глазах и глаза киоке горели огнем решимости но отлично если тогда это тоже подтверждает мою теорию хотя некоторые опровергает смотри то что я сухера организатор это да но если он организатор то директор и организатор разные люди ведь ему 40 лет а это школьник все решимости отделить кукловода одолеть кукловода странная столкнулась его смертью из-за нее внезапно началась к ся как-то чувствовать меня вообще не заботила и счастлива он жил или нет так почему почему мне так тяжело от его страданий нелепо мне этого не понять наверное сказав это она издала маленький смешок но ее улыбка была наполнена печалью что ж вот я и закончила со своими бреднями еще не много чего надо сделать прежде чем я смогу сказать что мое задание выполнена да ты права но запомни правда существует лишь только одна неважно приносит ли она справедливость или заставлять страдать это тоже полностью согласен прекрасная ли правда или сама ужасная что ты имеешь ввиду прежде чем правда который ты раскроешь наполнена безнадежностью тебе нельзя терять надежду конечно нельзя потому что потому что я только и могу что быть оптимистом мне кажется это единственное чем я хорош понимаешь действительно прости если я сказал что-то странное любом случае мне нужно идти увидимся на классном суде попрощавшись кучу она ушла хорошо 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 я понял не надо чаяться но все равно понимаешь я не не а что-то меня смущает ладно а мне самому стоит идти как и дала мне это диска все-таки не просто так не следует направиться видео зал и там его посмотреть как я сказала что-то безнадежной правда и чтобы не случилось я не потеряю надежды даже если это самая ужасная правда я не могу проиграть так давай-ка посмотрим вообще где этот ой не 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 я случайно система так не то где там карта год потерял ее 5 этаж спортзал 1 этаж спортзал 2 общежития 1 чужите 2 1 этаж 2 вот этаж так вот здесь где-то должен быть и видеозал видеозал на втором этаже так библиотека или он на первом так на первом этаже да я перепутал он был на первом этаже ведь я помню что саяка еще смотрела это 9 помнишь да она смотрела соответственно это не может быть второй этаж она умерла раньше значит вот здесь вот он нет тоже это лавка это выход какой-то вот видеозал так я надеюсь в конце нам еще показывают видео что на этих видео мотивировало людей было бы идеально так вот сюда можно вставить 9 что же мне лучше взглянуть я взглянул на диск который мне дала как и вставил его в проигрыватель появилась надпись что воспроизведение началось но на экране ничего не появилось я остался в темный монитор прошло всего пару секунд но для меня это было вечности а затем внезапно появилось изображение саяка для меня это было полной неожиданностью я не видел саяку целую вечность и вдруг она на экрана ну что начнем голос который я слышал принадлежал человеку который смотрел туда же куда и камера это было голос мужчины средних лет гипнотизер да я очень извиняюсь надеюсь ты не будешь против того что я запишу наш разговор а видишь я довольно неловкий так что если успею делать заметки во время разговора озвучал так будто он пытается пошлить на серьезное лицо саяки не шевельнулась не на миллиметр так что это видео послушать качестве своего рода а заведите ли от договора это не значит что я не доверяю вам ребята искали страховка поэтому пожалуйста не беспокойся об этом особо что же давай перейдем сразу галу существует вероятность того что придется провести условиях жизни здесь в школе может ли ты на это согласиться хотите сказать я согласилась на это очевидно саяка была в полной растерленности вполне логично то согласится проводить остаток своей жизни в этой школе согласны что он спасибо за за все это ну я могу но я могу от я обещаю что сделаю все что мы их силы чтобы защитить вас как директора выпадемию пика надежды выдаю тебя слова она этой реплики видео резко оборвалась я до сих пор я до сих пор еще много чего не понял но это это видео я просто не мог понять что я услышал потому что я знаю как сильно саяка хотела выбраться отсюда я знаю как сильно она хотел сбежать снова преследовать свои мечты вместе со своими друзьями она хотела это так сильно что пытался выставить меня убийцей так почему почему она согласилась прожить здесь остаток своей жизни пока я сидел и думал в этом экран внезапно посветлил видео которое посчитал закончился снова продолжил воспроизводиться мои внизу мои глаза метнулись обратно к экрану и там походу все эти люди будут да все школьники если ранее я был запутан то увиденное довело меня до грани да а я увидел себя невозможно но неоспоримо это я так как начать ты не против того что я буду записывать наш разговор да а мы с директором смотрели друг на другу у нас как казалось происходил весьма нормальный разговор но то что я прямо сейчас и здесь я ничего этого не помню гипноз а я не помню даже встречи с директором уж не говоря о том что я с ним сделал и разговаривал берем сразу к делу могу это существует и вероятность того что тебе придется провести это так своей жизни здесь школе поможет ли ты на это согласится думаю поэтому их и не искала полиция потому что потому что они дали согласие на это да быть не может и я согласился или за то что заставляю тебя проходить через это но у нас как бы выбора нет ведь так но я обещаю что ты пока в этой школе сделаю все чтобы защитить вас качество директор академии пика надежды это самое меньше что я могу сделать для вас какой-то бред если они все еще под когда они поступили в эту школу правильно а директор был еще жив как у него успела тело разложиться до костей это минимум полгода надо бред какой-то несостыковка тело минимум полгода разлагается это чё за бред вообще и вновь видео оборвалась этого момента видео вновь и вновь повторялась одна и та же сцена с остальными им впадлу было даже нормально нарисовать разные позы для персонажа не нарисовали 34 все я ставили так бьякуя тока а ой все все они согласились прожить в этой школе всю жизнь а затем пика ее встречу была записана также четко как и с остальными без сомнения она встретила его она сидела напротив директора академии пик надежды своего отца и когда он задавал ей вопросы он ответил также как и остальные на согласилась провести всю жизнь школе как только беседа сколько закончился монитор внезапно выключился а это только монитор сам 9 проигрыватели судя по всему выключился это конечно же знать что видео больше не воспроизводилась чертовщина что и он вот так вот просто взял сломался именно сейчас получилась поломка может это тварь специально сломала какая еще поломка ты специально отрубил питание ну как бы там не было даже если я посмотрел все то там было бы все то же самое он задал бы тоже вопрос всем остальными они бы все ответили положительно сомневаюсь мне ничего не осталось кроме как недовольно вздохнуть но я кое что вспомнил я тоже пола в оборок и когда я проснулась и заметил странно чувство как будто я потерял часть себя какая-то неполноценность думаю об этом я понимала что в тот момент мои воспоминания исчезли тот момент я забыла я не могла помнить почему я поступил в эту школу и я могла вспомнить какой я была абсолютная способность но но как-то смогла это все забыть странно не так ли нужно представить что это произошло случайно это кажется слишком странным совпадением страны совпадения это совпадение очевидно сработал в пользу кукловода соответственно на может он может просто у китер спросить что там дальше было объяснив то что он вырубил проигрыватель ну ладно на этом все начали ворк интерьер поставь лайк спишись на канал скоро увидимся